Здравствуйте! О самых горячих новостях Омска расскажу вам я, Анастасия Лаврова. Поехали! Пытались ограбить храм, чему приговорили двух рецидивистов. Новый фигурант, кого еще обвиняют в смертельном падении экрана. Ночная прогулка, кто ответит за побег и гибель постояльца интерната. Итак, сбежал из интерната, заблудился и замерз. В Омске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 75-летнего постояльца Драгунского психоневрологического интерната. Сама волку мужчины зафиксировали камеры наружного наблюдения. Судя по кадрам, побег пациент спланировал. Выбил москитную сетку, подставил к подоконнику и спустился на землю по импровизированному мосту. Отсутствие пенсионера сотрудники учреждения заметили не сразу. Утром его труп нашли санитары. Дедушка далеко убежать не смог, замерз. Сотрудникам интерната грозит до трех лет лишения свободы. Установлено, что сотрудники интерната обязаны были контролировать перемещение и нахождение больных каждые два часа. Однако, они этого не сделали. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, случившегося. По результатам расследования, действиям работников указанного интерната будет дана юридическая оценка. В 18 лет колонии на двоих в Омске вынесли приговор Михаилу Сладкову и Виктору Сологубу. Они ограбили священнослужителя, а после попытались унести пожертвования из храма. Помешал им настоятель. Мужчина проявил мужество и силу, вызвал полицию и задержал одного злоумышленника. Сладков и Сологуб действовали жестоко и холоднокровно, чуть не убили жену батюшки. Испугали его сына, досталось и самому настоятелю. О том, к чему приговорили рецидивистов, наш материал. Старый Кировск, приход церкви Святого Иоанна. На территории храма живет настоятель Сергей Носков. К нему летним вечером ворвались двое. Стали требовать ценные вещи и деньги. Настоятель прихода скрывается от объектива видеокамеры. Говорит, благословения на съемку ему не давали. Картину происходящего восстановили силовики. Сладков и Сологуб, угрожая канцелярским ножом, стали запугивать настоятеля, его жену и ребенка. Жену настоятеля храма, потерпевшую Носкову, он душил, хватал за руки, самого батюшку ударил бутылкой по голове. А ребенок просто сидел на диване, и они на него накинули покрывало, чтобы он все это не видел. Налетчики из дома настоятеля похитили ноутбук и телефон. Пока Сологуб удерживал жену и ребенка, Сладков приказал настоятелю, чтобы тот показал ему, где хранятся пожертвования. Сергей Носков показал и нажал тревожную кнопку. Она находилась рядом с ящиком для прихожан. После священнослужитель стал оказывать сопротивление. Сладкову пришлось спасаться бегством. Когда первый убежал, то второй, который стоял с ножом и угрожал жене и ребенку, услышал, что слишком долго их нет. Он, когда уходил, сказал, если через пять минут я не вернусь, ты их зарежь. И он понял, что уже много времени они не возвращаются. Он вышел и увидел, что из церкви тот выбегает. И он понял, что что-то пошло не так, что ему надо тоже покинуть место. Михаил Сладков и Виктор Сологуб – оба рецидивисты. Освободились условно-досрочно недавно. Один сидел за избиение жены, которая в итоге скончалась. Второй – за кражи. В день разбойного нападения оба были пьяны. С последним словом выступили в одной камере. Сологуб просил суд не лишать его свободы, так как ему надоело сидеть. Сладков и вовсе назвал предъявленное обвинение несостоятельным. Я посвободился недавно. Я сейчас, кстати, посвободился, я радовался жизни. Я искал любую работу, чтобы, скажи, поехал за работу что-то, поехал с детьми в деревню и там с ними, с детьми, внуками. Я не могу говорить. Мне мешает это вот все это. В ходе судебного процесса стало очевидно, что все отсутствие явлено вне обвинения. Гособвинение, учитывая личности подсудимых, запросило строгую меру наказания. 12 лет заключения для каждого. Сторона защиты высказала противоположное мнение – оправдать и отпустить. Насилие не высказывал в адрес потерпевших. Передачи имущества не требовал. И поэтому я прошу выносить в отношении своего подзащитного, оправдать и отпустить приговор. В судебном заседании, доказательство виновного подзащитного, не нашли своего подтверждения. В связи с чем прошу уголовное преследование в отношении своего подзащитного прекратить и унести оправдать приговор. Приговор суда – виновны оба. Михаила Сладкова приговорили к 10 годам колонии общего режима, Виктора Сологуба – к 8 также общего режима. Свою вину рецидивисты не признали. Об их заблудших душах настоятель Носков, вероятно, помолится. Список подозреваемых в деле о падении крана на улице Жукова пополнился. В Омске региональный следком возбудил еще одно уголовное дело по факту ЧП. Подозреваемый – 44-летний инспектор Ростехнадзора. По версии следствия, сотрудник ведомства халатно отнесся к исполнению своих должностных обязанностей. Инспектор не проконтролировал деятельность компании «Жилстрой», на строительной площадке которой работал неисправный башенный кран. Организации, эксплуатирующие башенный кран ежегодно до 1 апреля текущего года, должны представлять отчет о производственном контроле на опасном производственном объекте, к которому относится башенный кран. Данный отчет организация к 1 апрелю не предоставила, с чем инспектор должен был отреагировать. Организовать именно в неправную проверку, в том числе вплоть до привлечения организации к административной ответственности. Инспектору отдела по государственному строительному надзору за халатность, повлекшую смерть четырех человек, трех взрослых и ребенка грозит до семи лет колонии. Напомню, что по факту ЧП продолжается расследование еще одного уголовного дела. Статья о нарушении правил безопасности при введении строительных и иных работ, повлекшей по неосторожности смерти двух и более лиц. Обвиняемый учредитель компании «Джазфитлайф» Виктор Полукаров, директор этой же фирмы Константин Семенов, а также мастер строительного участка Сергей Масленкин. Полукарову и Масленкину суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Семенову в виде подписки о невыезде. Подозреваемым по делу также проходит крановщик Федор Елькин. На сегодняшний день следователь работает с пятью фигурантами дела. Отставку судьи Москаленко отклонить. Квалификационная коллегия судей Омской области планировала рассмотреть заявление об отставке по собственному желанию судьи Куйбышевского районного суда Омска Сергея Москаленко. Однако члены комиссии решили отложить решение от возбуждения уголовного дела в отношении судьи. Об этом ходатайствует региональный следком. По версии сыщиков, Москаленко, ведя дело застройщика Берга, брал у него взятки за оправдательный приговор. Речь о 8 миллионах рублей. Самого Берга, неизвестный, застрелил на окраине Омска. Спустя почти месяц также неустановленное лицо пыталось зарезать судью Москаленко. И последний осужденный чиновник встретит Новый год за решеткой. Коллегия Омского областного суда оставила без изменения приговор бывшему главе Омского района, а позже министру образования Сергею Алексееву. Напомню, Алексеева признали виновным в превышении должностных полномочий. Его действия причинили бюджету ущерб на сумму более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Алексеева отправили в колонию общего режима. На полтора года спустя почти три месяца в коллегию судей обратился адвокат экс-чиновника. Михаил Романовский представил справки о плохом здоровье подзащитного. Также адвокат приложил документы о необходимости ухода за матерью бывшего чиновника. Суд, выслушав доводы Романовского, оставил приговор без изменения. Полтора года колонии общего режима. На сегодня все. Горячие новости смотрите на сайте антена7.ру и в группе ВКонтакте. Пусть выходные пройдут без жести. Увидимся в понедельник. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин